Всем привет! Я Евгений Ребров и это второй выпуск нашего проекта «Сделано в Тульской области». Если в прошлый раз мы говорили о колбасе, то сегодня наш основной герой – это сыр. И не просто сыр, а сделанный в Тульской области. О нем более подробно будем сегодня рассказывать. Как он делается, где он делается, из чего он делается и как попадает на полки магазинов. Мы, кстати, сейчас в спаре и здесь тоже можно обнаружить несколько разных сортов сыра, который произведен на Тульском молочном комбинате. Это вот Беженлук у нас, Роттердам. Беженлук как торговая марка, Роттердам как, собственно, название сыра. Есть Грюер, это у нас от шести месяцев он выдерживается, но об этом подробно поговорим на производстве. И Лаутер, соответственно, торговая марка Эндорф. Если видите название Эндорф или Беженлук, а тем более значки сделаны в Тульской области, вы знаете, что это такое и как это делается. Откуда вы это знаете, потому что мы об этом расскажем прямо сейчас. Молочный завод в Туле был открыт в 1943 году. И уже в 1960-м было введено в эксплуатацию производственное здание на улице Некрасова, где тульский молочный комбинат располагается и по сей день. Начало 90-х стало трудным временем для работы комбината, но уже в 1997 году после смены руководства появилась торговая марка Беженлук. И этот бренд стал одной из визитных карточек тульского молочного комбината не только на территории родного региона. Производство расширялось, новые и новые продукты добавлялись к ассортименту молочного комбината. И в 2017 году предприятие приступило к тестовым варкам сыра. А уже со следующего года сыры под торговой маркой Эндорф получают золотые медали и гран-при всероссийских конкурсов и фестивалей. А вот мы и оказались на тульском молочном комбинате. Именно здесь производятся все те сыры, которые мы только что видели в магазине. Как это происходит, почему это происходит именно так и никак иначе, нам расскажет Евгения, потому что она в этих процессах разбирается лучше всех. Ну а я в свою очередь буду задавать ей разные вопросы. Иногда те, которые наверняка возникли бы и у вас, а иногда совсем глупые. Ну, по крайней мере, меня всегда волновал вопрос, откуда в городе появляется молоко, если здесь нет ни одной коровы. Евгения, добрый день. Добрый день. Ну, во-первых, я поздравляю наших зрителей, они могут загадывать желания. Я Евгений, вы Евгения, все. Так что вы расслабьтесь и смотрите, а мы будем узнавать, что же здесь происходит и как вообще рождается сыр, если можно так назвать. Пойдемте, может быть, вы мне расскажете, значит, откуда берется сыр, да? Его делают из чего? Его делают из коровьего молока. Но я не видел еще здесь ни одной коровы. Такой вопрос. Откуда молоко? Молоко приезжает к нам с разных ферм из Тульской области и из других областей и поступает в отделение приемки, где проходят первичные этапы обработки, такие как бактофугирование, и потом уже поступает в наш цех. Какие интересные слова. В общем, приезжает молоко и поступает к вам. Так, а потом вот все эти приспособления, все эти громадные емкости, цистерны, я видел, там было написано вода на каких-то, что происходит дальше с молоком уже здесь? Ну, прежде чем попасть к нам в цех, молоко должно пройти первичные исследования по микробиологическим и физико-химическим показателям, потому что не каждое молоко, не из каждого молока можно сделать сыр. Это у нас происходит в лаборатории. Это происходит в лаборатории. Обязательно молоко исследуется на отсутствие антибиотиков, потому что закваска, которая попадает в сыр, потом в молоко не может развиваться при наличии антибиотиков в молоке. Логично. И также исследуется на содержание посторонних микроорганизмов, потому что не все микроорганизмы полезны и их не все можно кушать. Ну да. Итак, молоко прошло лабораторное исследование и... И дальше поступает вот в эти две емкости. В лаборатории. На самом деле это очень сложное, скажем, такое оборудование, которое может и нагревать молоко, которое может разрезать сырный сгусток, который должен перекачивать, откачивать сыворотку, которая образуется у нас. Поэтому это очень такая сложная система для того, чтобы получить сыр. То есть это такой большой робот. Большая кастрюля автоматизированная. Которая делает все самая. Да. И мы можем туда подняться и посмотреть, как это работает. Да. Это та самая кастрюля, в которой происходит волшебство. Да. Что здесь... То есть да, мы говорим о том, что она автоматизированная. Как-то здесь участвует человек, скажем так. Обязательно. Потому что много кнопочек, все автоматизировано. Но без участия оператора произвести сыр невозможно. Потому что молоко мы должны внести закладочные культуры, которые нам потом дадут вкус сыра. Мы должны внести другие компоненты, которые нам помогут сделать сырное зерно. И уже провести сам процесс получения сырного зерна. Посмотреть, как вообще этот процесс идет. Правильно ли он идет. И вот без оператора это невозможно. Очень хочется туда заглянуть. Я аккуратненько издалека. Ага. Да. А, ну вот. То есть там эти как раз... Вот это называется лиры. Вертикальные вот, да. Да. Это ножи. Ножи, которые после того, как мы получим сгусток, они будут разрезать наш сырный сгусток на маленькие зернышки размером с рисинку. Рисинку вот. И уже потом здесь, можно сказать, заложен весь вкус и качество сыра. Если какие-то процессы будут неправильные здесь, то уже сыр мы надлежащего качества не получим. И исправить уже это будет невозможно. А сейчас, я так понимаю, это какой-то первоначальный этап. То есть сюда сырье залили не так давно. И пока это вот такая же жидкая субстанция, которая по своим свойствам ближе к молоку. Пока это, да, ближе к молоку. Но вот добавим сейчас через некоторое время следующий компонент. И уже будет не молоко, а уже будет сгусток. Понятно. Так, и куда все это двигается дальше? Пойдемте. Пойдем смотреть. Вообще вся линия, которая производит сыр, она автоматическая. То есть всего здесь работают два человека. Тот непосредственно сыровар и оператор прессования, который нажимает на эти кнопочки и дальше ведет технологический процесс. После того, как мы получили наше сырное зерно, мы должны его отправить на процесс формовки. Так называемое. То есть мы должны это сырное зерно из нашей кастрюли разделить на маленькие формы для того, чтобы мы получили сырную голову. И вот оператор этим занимается. Зерно автоматически через 5 минут, в течение 5 минут перекачивается в эти формы. Всего у нас за один раз может получиться всего лишь 8 голов. Ну, вес их будет примерно где-то 40 килограмм одной головы. Но с одной стороны, вроде кажется, немного, с учетом того, какое количество молока. А с другой стороны, как-то этот процесс, он если автоматизирован, то сколько получается за один раз 8 голов? Это за день, получается, сколько? За день мы можем сделать до 5 раз. Вот по 8 голов. А до 5 раз этот процесс? Здорово. 5 раз мы можем сварить сыр наш 8 голов. И потом мы должны сыр отпрессовать в зависимости от того, какой вид сыра. А у нас здесь делается 2 вида сыра. Это полутвердые сыры, такие как Лаутер и Моздам наш. И твердые сыры это Монт, Грюгер, Парнизан в том числе. И потом мы их должны отпрессовать и уже направить на посольку. Вот мы можем сейчас сходить туда посмотреть. Это мы тоже посмотрим. У меня еще один вопрос. Почему надписи на французском и на русском здесь работают лингвисты? Нет, к сожалению, здесь работают лингвисты, не работают. Эта линия сделана нашими французскими коллегами, социалистами. Потому что французы являются, ну, исторически так сложилось, являются классическими производителями твердых сыров. Да, франция, франция это сыр, франция это вино, поэтому, возможно, где-то здесь тоже есть подвал с вином, но это не точно. Нет? Это наш секрет. А, хорошо. Мы не можем все свои секреты раскрыть. Не покажем и не расскажем. Но будем очень надеяться, что этот секрет когда-то раскроется. Ну, хорошо, а здесь, в общем-то, весь процесс мы поняли, тут происходит поформовка и дальше солить. Мы должны сыр наш посолить, чтобы он приобрел вкус. То есть, если вот совсем простыми словами, сыр это молоко плюс закваска. Закваска плюс соль и плюс время. А, соответственно, время. Да. Ну, время у нас пока есть. Идем смотреть, как солится. Пойдемте. Пойдемте. Нет, нет. Мы оказались в бассейне. В бассейне. А, это так и называется. Просто очень похоже на бассейне, поэтому все, отлично. Это бассейн. В нем купается только сыр. Только сыр. Исключительно. Да. Сыр купается в бассейне. А зачем он это делает? Для того, чтобы сыр приобрел свой вкус в процессе созревания, необходимо, чтобы он был соленым. Для этого мы его солим определенное количество времени. Сколько времени должен солиться сыр? Или каждый по-разному? Каждый по-разному. Твердый сыр у нас солится 6 часов, а полутвердый солится 48. Интересно. Так, а как же соль остается? Это просто же какая-то вода. То есть, он там мокнет или что? Да. Технология сама. Он там находится. И сыворка, которая остается в самой голове, она выходит, а соль вместо нее заходит. Так все очень жестко. Да, диффузия. Диффузия. Так, и здесь очень много разного сыра. Это вот часть, которая ждет засолки или это уже все? Это уже готовый сыр. С созреванием. Да, это уже посоленный сыр после трясования сразу опускается в солильный бассейн. Он нисколько времени не ждет. И потом, после того, как он посолился, он немножко обсыхает и направляется уже в камеру созревания. Так, и там он дозревает какой-то тоже срок, чтобы потом уже оказаться на полку в магазине. Да, да. Интересно, а сколько всего может солиться сыра одновременно? Одновременно может здесь солиться 12 варок по 8 головок. 12 варок по 8 варок. Интересно. Это много? Много, да. Так, а предлагали вам когда-нибудь соревнования, вот знаменитые, когда головка сыра катят по полю и должны бежать? Да, вы знаете, это дорогостоящий продукт, поэтому мы в таких соревнованиях не участвуем. Понятно. Ну ладно, посмотрим. Может быть, когда-нибудь устроим. Да, и мы такое-то. Что в интернете я видел, существует же такой спорт, когда головку сыра катят с бугра, и люди все бегут, падают. И кто догонит, тому достанется главный тест. Ну хорошо. Так, мы были в бассейне. Там все это солится. После этого достается, взвешивается, вот непосредственно в этом помещении. Потом отправляется сыр куда? Дальше мы должны его направить на созревание. Вот сейчас мы стоим возле камеры для созревания полутвердых сыров. Полутвердые сыры у нас покрываются латексным покрытием, и в течение 75 суток они созревают. Вот мы сейчас можем посмотреть, как они... Тогда я предлагаю заглянуть, как там это происходит. Красота какая невероятная. А запах, запах. Так и должен пошлисть сыр, правильно я понимаю? Да, да. Так, отлично. Ну и у меня вопрос, который я хотел задать. Мы там выяснили, что оборудование с французскими буквами, то есть французские коллеги готовили это оборудование специально для нас. А непосредственно вот сами технологии, само мастерство тоже оттуда из Франции? Для твердых сыров, да. Это технология французская. Ну а для полутвердых сыров это наши технологии, которые, в общем-то, мы изучили и применили на своем продукте. Здесь у нас полутвердые сыры такие, как Ваутер и Моздам. Ну, внешне они не отличаются, но Моздам еще путешествует в теплую камеру, где у него развиваются глазочки. И потом возвращаются обратно, дозревать сюда. То есть это настоящий сыр, внутри есть дырочки? Да. Просто снаружи не видно? Снаружи не видно. Это какая-то вот специальная корочка снаружи? Как это называется? Это просто латексное покрытие, которое, ну, предупрещает, скажем так, образование всяких там ненужных веществ на сыре в процессе созревания. Это уже очень долго созревать, 75 дней. А, и поэтому сыр должен быть защищен? Да, мы его обязательно переворачиваем. Каждые три дня, каждую головку мы должны переворачивать. И вот для того, чтобы он равномерно созревал. А имеют ли они какую-то вот стандартизированность? Я смотрю, ну, диаметр у всех одинаковый, вот по высоте, мне кажется, они разные. Ну, да, это вот особенности, скажем так, молока, того, как корова, сколько белка дала, сколько и продукты получили. Интересно. Это всегда все так интересно, когда что-то производится. Когда ты привык покупать что-то в магазине, просто брать с полки, а увидеть этот процесс вживую всегда интересно. Да. Так, Евгения, я так понимаю, туда нам идти не нужно, чтобы сыр рос так, как он должен расти, без постороннего вмешательства. Но все-таки давайте расскажем. Я вижу там деревянные полки. Это тоже часть процесса созревания сыра? Это тоже важный элемент? Да. Если мы видели, что наши полутвердые сыры покрываются латексным покрытием, им ничего не страшно. То здесь твердые сыры созревают натуральные корки на деревянных досках, и в этих камерах еще поддерживается и температура, и влажность, что очень обязательно для формирования вот этой вот натуральной корочки. Именно поэтому мы не открываем лишний раз для них, не заходим, чтобы не нарушить этот технологический процесс. Не внести какие-то свои там бактерии, это очень важно, потому что мы эти сыры ежедневно, каждый день натираются солевым раствором, с микрофлорой вот этой камеры. И если можно увидеть, да, вот они внизу совсем светленькие, да, сыры, это еще совсем молодые, а наверху уже более темные. Это говорит о том, что вот микрофлора постепенно растет, растет, и образуется вот такая корочка. Сколько сыр должен жить на этой вот деревянной полочке перед тем, как попасть в магазин? Здесь сыр созревает не меньше, чем 6 месяцев, а пармезан должен созревать, вот сейчас у нас заложим, 14 месяцев, для того, чтобы мы получили тот вкус, который должен быть у твердых сыров. То есть от попадания молока до попадания на полочек сыра? Должно пройти полгода, для того, чтобы... Вот это серьезно? Да. Вот это процесс, вот это технологический процесс, вот это я понимаю, действительно. Слушайте, ну классно, осталось только попробовать, что же там такое, но это мы попробуем чуть позже уже в магазине. И вот мы выяснили, что от молока до магазина для разных сортов сыра по-разному, ну полгода или 14 месяцев, но все-таки после того, как созревает сырта, он перед магазином еще проходит один этап. Да, мы должны его подготовить для реализации, то есть мы должны его нарезать и упаковать. Мы можем продавать наш сыр в целых головах, есть такие покупатели, ценители, можем его разрезать на части и на кусочки, маленькие кусочки по 200 грамм и упаковать. У нас есть упаковочная машина, резательная машина, что позволяет нам любой формат сыра производить. Правильно ли я понимаю, что вся та технология, которую мы сейчас описали, это эксклюзивная технология, аналогов не существует? То есть это вот именно французские технологии, которые больше нигде не реализуются? В России, насколько я знаю, сейчас в таких больших головах сыр никто не производит. Мы были первые и остается до сих пор. Лучший сыр либо во Франции, либо в Туле. Да. В Туле лучше, потому что свое родное сделано. Где? В Турцкой области. Ну и давайте посмотрим, что же там происходит. Зайти мы туда тоже не можем, потому что там все должно быть стерильно, идеально посторонние, куда они пускают. А мы с вами вообще-то люди посторонние, но подсмотреть одним глазком можно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а теперь мы в фирменном магазине Тульского молочного комбината, где представлен полный ассортимент. Все сыры, которые только производятся на Тульском молочном комбинате, можно здесь купить. Это и Лаутер, и Монке, и Грюер, и Маздан. Вот еще и Бежен Лук, Лаутер. И в разных форм-факторах это все бывает. И 200-граммовые упаковки привычные для нас. И Сектор. Знаете, что такое Сектор? Это вот у нас вырезанный непосредственно из сырной головки Сектор, который можно здесь купить. Обращаем внимание на натуральную сырную корочку, которая, естественно, здесь тоже имеется. В общем, самый свежий, самый вкусный всегда здесь. И что особенно приятно, по максимально выгодным ценам, потому что в этом магазине Тульский молочный комбинат сам регулирует наценку, потому что сам и производит этот сыр, что очень удобно для покупателей. И более того, те покупатели, которые не могут в федеральных сетях найти все понравившиеся ему сорта сыра, приезжают сюда и здесь уже с удовольствием покупают все, что им нужно. Хотя, казалось бы, федеральные сети должны были бы поддерживать локальных производителей. В общем-то, на это и нацелена программа «Сделано в Тульской области». Если видите на прилавках магазинов такой значок, можете быть уверены, это товар высочайшего качества. А мы, в свою очередь, надеемся, что эти товары захватят все федеральные сети, и не только в Туле, но и в соседних регионах. О, отлично! Набрал много вкуснейшего сыра, посмотрел, как он производится, и все это вам рассказал. Надеюсь, вам понравилось. Если будут какие-то вопросы, предложения, комментарии, вы знаете, куда их оставлять. Ну, а мы встретимся уже в следующих выпусках нашего супер-шоу «Сделано в Тульской области». «Сделано в Тульской области» – настоящий знак качества, настоящих вкуснейших продуктов. До скорых новых встреч!